Что такое чай хана? Это когда можно выпить много чаю, много чаю можно выпить. Почему чай вам необходимо пить? Потому что у нас все-таки зима, и холодными напитками я бы вам не рекомендовал баловаться. Другой вариант, где вы чая к обеду можете выпить много-много, сколько хотите. Это что такое? Это столовая по-домашнему. Давайте зайдем сюда и посмотрим, насколько можно задешево здесь перекусить и выпить того самого вкусного чаю. Чем Магнитогорск интересен? Тем, что это город, построенный в социализме. Такие есть, но в некотором количестве они уже не существуют. А Магнитогорск живет. Мало того, в Магнитогорске мы видим уникальные дела. Уникальность в смысле дома, милого дома, это столовая по-домашнему. Они расширяются и дают большую стабильность, и большее послевкусие, и меньшую цену. Так вам еще и чай хану на обед подавай. Мы ничего не будем говорить и просто объяснить ситуацию. Дивная главная ситуация. В чем заключается? Дивная главная ситуация заключается в том, что в столовую по-домашнему, в столовую по-домашнему это уже чай хана. Да-да-да-да-да. То есть к обеду чай бесплатен. Давайте определимся, каков ваш может быть обед. Сейчас я продемонстрирую то, что стоит вообще недорого. Ну сколько у вас есть денег? То есть давайте определимся, что вы поехали на комбинат, на трамвае. Выехали с комбината на трамвае. И взяли с собой, ну примерно денежков на всякий случай, чтобы оно было. То есть у вас есть 50 рублей. Обыкновенные 50 рублей. В принципе вы можете не на комбинат ездить. Я так понимаю, что в принципе 100 рублей, но это не те деньги, которых не может быть у каждого. Что такое 100 рублей? В переводе на доллар это всего лишь 1 доллар и примерно 50 центов. Доллар и 50 центов. Давайте определимся, можно ли покушать на доллар и 50 центов в Америке. Нет, невозможно там покушать. Ну невозможно там покушать. Я там был в 97 году, да? И тогда в 97 году, как бы вам сказать-то, пиво мы брали по 2 доллара. Ну доллары, естественно, мы отдавали. Это нормальное явление. В Америке люди зарабатывают именно на сервисе. И все. То бишь мы никогда не говорили о том, что все стоит копейки. Да нет, не копейки. Мы даже в Америке в 97 году ели в ресторане All Inclusive. Я был немножко туповатый в тот момент. А, да, чай, чай, конечно, хорошо. Ну так вот, тогда мы заплатили 11 долларов. Ну понятно, да? Даже если сейчас перемножить. А сейчас таких ценников там не существует в природе своей. Ну не существует таких ценников. Уже бай-бай, приехали. Уехали оттуда вы. Но за сумму 1 доллар и 50 центов, ну примерно, я не буду говорить. Давайте все-таки в рублях объединиться. Да? А, это даже не сумма 1 доллар. Это я про 100 рублей вам рассказываю. То, что я сейчас буду кушать, это всего лишь 90 центов. Ну, вы доезжать должны. А, надо доезжать, потому что есть столовая по-домашнему, которая вам дает возможность перехусить все, что она готовит лично, своими руками. Коржик. О, мой коржик. Да, чайком. Пьется да на ура. Кстати, чай я бы всем рекомендовал сейчас пить. Не надо думать, что зимой вы холодными напитками себя согреете. Далеко нет. Лучше спокойненько приехать в столу. Я сейчас еще раз говорю. Вот два таких коржика, это уже получается 40 рублей. А это очень немаленький коржик, я вам так скажу, нормально на моем лице. Вот. Вот это называется то же самое, только немножко дороже, стоит 30 рублей. Пирожок с капустой. Да. Я ничего не буду говорить, но двумя коржиками вы не просто покушаете, а это будет очень сытно, красиво и вкусно. Потому что если мы даже будем его разделять, о, это будет красиво и ровно. Да, коржикам. Чай сколько хотите, столько и будет. Так что, бегать никуда не надо. Мало того, маленький другой нюанс. Определимся, с каким количеством сюрэтов мы к вам обращаемся. Так вот, сюрэтов, я не помню сколько, но более 30, может быть, более 40. То есть, я на протяжении последних семи лет здесь регулярно питаюсь. Регулярно питаюсь я. Ну, вообще, мне сейчас это дело удастся, а я здесь делаю дополнительные сюжеты. Так вот, после того, как я питаюсь здесь, в столовой по-домашнему, я не смотрю рекламу. Потому что питался я в свое время в отдельной столовой, там была и вжога. А большое количество изжоги приводит к весьма интересным заболеваниям. Одно из них присутствует в моей голове. И больше не надо. Я в шпакольнике в столовой по-домашнему пропитаюсь. Да, к слову. Чай к обеду здесь бесплатен. Папа тебя часто водит в столовую? Не часто, да? Но сюда же приходите часто, да? Мы не местные. Не местные? Ох, не местные. Давайте тогда с вами переговорим. Вот если это не местная столовая, то вам бы, конечно, хотелось бы, чтобы... Ну, не было никаких проблем с кишечником, правильно? Конечно. Вы здесь питаетесь, у вас проблемки возникают? Нет. То есть все в порядке ровно? Часто ли вы смотрите рекламу телевизионную? Ну, редко смотрю. Редко, да? А вот эта штука такая, от изжоги, вы слышали, да, про нее? Мизин. А, вот ты стоишь в опере. Вы после того, как кушаете в столовой по-домашнему, мизин вам нужен? Нет. То есть нормально все, да? Все нормально. Будет небольшой вариант. Небольшой вариант работает с вашими конкретными ценниками. Да, 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 да. Я вам серьезно говорю. Но я вот перекусив за 50 рублей, давайте подумаем, что вы сейчас на 50 рублей можете купить. Ну, практически ничего вы сейчас себе не можете купить, да? Если честно. А здесь я купил и поел. Вы знаете, я получил максимальное удовольствие. Я понял, что я мог бы и за 20 рублей с одним коржиком. Вы видели, какие тут коржики? Отлично пропитаться. И благодаря тому, что я работаю со столовой по-домашнему, и благодаря тому, что столовая по-домашнему сейчас мне дает возможность чаю выпить сколько хочу, я могу реально спокойно поесть за 20 рублей. 20 рублей, ну, может быть, чуть-чуть подороже, но, как бы честно, я и даже ничего не буду говорить, но вряд ли я смогу дешевле дома пропитаться, чем это я делаю в столовую по-домашнему. Попробуйте, проверьте. Может, у вас получится. Продолжение следует...